В этот раз в нашем муниципалитете диктант Победы написали более трех тысяч человек на 17 открытых площадках. В Видненской школе номер 7 в патриотической акции приняли участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Это возможность такая где-то освежить, знание в памяти, посмотреть, но для меня всегда самое главное было, я прекрасно понимаю, что на все вопросы мы и не ответим, но это стимул для того, чтобы, вернувшись домой, открыть какие-то источники, ресурсы и освежить в памяти вот эти знания, понять те вопросы и восстановить события. Я бы, честно говоря, порекомендовал, посоветовал каждому молодому человеку, подрастающему нашему поколению, поучаствовать, посмотреть свои знания, где-то выявить ошибки и их исправить. Многие отмечают, что написание диктанта Победы – это не только дань уважения героям Великой Отечественной войны, но и повод лишний раз окунуться в историю своей страны и даже почерпнуть что-то новое. Для школьников, для студентов и для взрослых будет над чем подумать после прохождения этого диктанта. Поэтому, я считаю, очень классная идея и пусть дальше она продолжается. Из-за событий СВО и то, что тебя там ждут, может быть, где-то что-то там допустили ошибку, еще раз, пускай сильно не судят, да, у нас сейчас поставлена задача не допустить приближения врага на территорию Российской Федерации. Особое внимание к участию в патриотическом мероприятии у школьников. Одни готовятся к сдаче ЕГЭ по истории, другие просто изучают ее в свободное время. Диктант Победы помогает людям узнать больше о том, что было в 1941-1945 году, узнать больше о истории нашей Победы и о том, какие жертвы наш народ понес в результате этой ужасной войны. Я считаю, что каждый гражданин должен знать историю своей страны, потому что если человек не знает прошлого, то у него не будет и будущего. Я историей увлечен, действительно, собираюсь поступать на исторический факультет. Стоит отметить, что абитуриенты, которые правильно ответят на все вопросы, получат дополнительные льготы при поступлении в ВУЗы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.